приветствую друзья я виталий портник пресс-секретарь президента российской федерации дмитрий песков заявил что процесс перехода оплаты за газ с валюты на рубли не завершится 1 апреля 2022 года как на том настаивал российский президент владимир путин фактически выдвинувший ультиматум западным потребителям российского себе судя по всему 1 апреля 2022 года этот процесс только должен начинаться если вообще начнется таким образом российской стране пришлось признать очевидные факты никаких пунктов которые подразумевали бы возможность оплаты за российский газ в рублях в действующих контрактах газпрома с западными потребителями не предусмотрен то есть нужно заключать новые контракты и никто не гарантирует газпрому то что они вообще будут подписываться потому что сейчас главной целью цивилизованного мира является отказ от российского газа страны члены европейского союза одна за другой те делают заявление что будут ускорять процесс связанные с зависимостью от российских энергоносителей так что вполне возможно что те контракты которые подразумевают поставку российского газа за доллары или евро являются последними в истории газпрома ну а в будущем эта организация если она вообще сохранится будет вынуждена поставлять газ за юаней разумеется в том случае если китайская народная республика решит спасти российского газового монополиста от неизбежного банкротства а зачем же тогда владимир путин выдвигал требования которые не собираются выполнять западные потребители газа зачем он выдвигал требования которые все равно не осуществим понимал ли российский президент что никаких шансов получить деревянное за российское сырье не существует вполне возможно что вовсе не понимал ведь мы видим что владимир путин живет в собственном иллюзорном мире и с одной стороны его тщательно изолирует от реальности советники которым не хочется испытывать на себе гнев российского правителя а с другой стороны сам владимир путин изолируется от окружающего мира желая жить в том пространстве где ему комфортно ну а если оказывается что это пространство не соответствует его ожиданиям то он начинает ракетные бомбардировки этого самого пространства только то что легко осуществить было в случае с украиной впрочем не так легко как на это рассчитывал российский президент не так просто получается из цивилизованным миром как таковым владимир путин не впервые демонстрируют то что не очень понимает реалии ситуации с которой ему приходится сталкиваться сама так называемая специальная операция в украине которая переросла в полномасштабную войну россии против соседнего государства начиналось именно потому что путин был совершенно уверен в успехе и неизбежности собственного блицкрига он совершенно не случайно призывала украинских военных сдаваться российским оккупантам потому что его советники убедили что такая сдача украинских вооруженных сил будет массовой да и самый путин искренне в это верит он совершенно не сомневался что президент украины владимир зеленский сбежит из украинской столицы в ту же самую минуту когда он путин объявит о проведении так называемой специальной операции и в киев на белом коне или на белом ослеили на бронетранспортере не знаю уже на чем вы едет президент предатель виктор янукович который служил россии верой и правдой еще в те времена когда был лидером пророссийской партии регионов и баллотировался по заказу кремля на пост главы украинского государства и я тоже не сомневаюсь что путин читал целый ворот докладных записках к своих помощников в которых утверждалось что киевляне и жители других регионов украины спят и видят второе пришествие янукович ну и разумеется какие-нибудь характеристики личности владимира зеленского которых утверждалось что зеленский убежит как только услышит голос путин и разумеется владимир путин читал астрологические прогнозы которые подразумевали что киев падет за 72 часа более того я даже уверен что российский президент базировался в своих приказах и намерениях именно и прежде всего на астрологических прогнозов или на предсказаниях тувинских шаманов которые разумеется всегда предсказывают то что необходимо министру обороны российской федерации сергею шайгу у семьи шайгу связь ту минскими шаманы и прочная еще родители министра обороны российской федерации могли прибегать к их услугам во время собственной партийной работы в туинской асср ну и вот теперь примерно та же самая история с санкциями и газом путина никто не проинформировал о масштабе санкций которые должны добить дегенеративную российскую экономику и помочь краху одного из самых отвратительных режимов в истории 21 века то что говорили владимиру путина члены совета безопасности россии во время этого памятного заседания на котором мы путин оправлено спрашивал их стоит ли признавать независимость фейковых народных республик тоже должно было вселять в него уверенность что никаких проблем с западными санкциями не произойдет не случайно же заместитель представителя совета безопасности россии бывший президент российской верации дмитрий медведев напоминал путина как все получилось хорошо в случае с грузией после оккупации территории этой страны никакие санкции вообще не были введены против российской федерации и очевидно что путину очень хотелось бы чтобы с украины в 2022 году все точно также получилось бы как с грузией в 2008 и вот когда российский президент столкнулся с реальным объемом санкций впрочем я даже не уверен что он понимает масштабы санкционного воздействия на российскую федерацию последствия для российской экономики и что ему кто-то об этом может рассказать и самое главное объяснить потому что путин небольшой специалист в экономических проблемах он решил сделать сильный ход как тогда казалось даже западным наблюдателям утверждавшим что этот ход путина может парализовать всю энергетическую систему запада и что у западных правительств не будет никакого другого шанса кроме как согласиться с путинскими требованиями оказалось все совершенно иначе после того как западные правительства и западные компании одна за другой отвергли путинские требования напомнили что никаких таких обязательств они на себя не брали пресс-секретаре у российского президента пришлось нехотя согласиться с тем что речь идет о процессе о процессе а вовсе не о каком-либо реальном движении к идее озвученной российским президентом владимиром и что никакой оплаты за газ рублями ближайшее время не будет а скорее всего не будет вообще и это еще раз говорит о том что путин может выдвигать любые и тематума цивилизованного мира только его экономика экономика умирающей бензоколонки зависит исключительно от того как долго цивилизованный мир будет покупать российские нефть и российский газ а уж после того как покупать перестанет история бензоколонки может завершиться вместе с историей государства только притворяющегося российской федерации и россиянам придется признать что они попросту говоря жили в раз нефти и газпроме еще никакой российской федерации на самом деле никогда и не существовало потому что никакого желания строить государство у путина у его окружению граждан россии никогда и не было а было одно единственное желание жить на заканчивающиеся нефти и газа доллары простите нефти и газа рубли спасибо друзья оставайтесь на этом канале подписывайтесь на него подписаны мои социальные сети на канал в патреоне который помогает нам развивать эти проекты мира вам